приветствую всех любителей холодной стороны подушки и не только это просто панк и мы продолжаем у нас идет 23 день за бортом минус 40 и скоро будет минус 70 потом на 5 потеплеет но мы все знаем к чему идет все идет к жуткому холоду пока у нас по обогреву все плюс-минус неплохо но это пока давайте вспомним на чем мы остановились у нас мастерские работает 180 до поводу мастерских в комментариях не писали предыдущего видео что вроде максимум это 6 штук больше потом не прибавляется но пока проверить я не могу поскольку у меня нет людей для места особо нет надо новые исследования ставить а новые исследования это вот это я хотел выучить генератор меньше угля потребляет также мы разбираем паровую лесопилку мы назначили автоматуры назначили да и надо бы потрясить как работают рабочие смены мы же это даму тут уже щелкнули нет мы не тут челкнули вот здесь мы щелкнули рабочую смену по увеличенной добыче угля я думаю щелкнуть рабочая смена еще здесь сколько время сейчас 9 утра чтобы у нас было больше стали за 10 пищевых пайков также у нас несут лес и идут с людьми через пять часов придут а там авто у нас и нет да не у нас 63 свободные койки я уже подготовился я просто предыдущая серия была пару дней назад так как время немножко поджимала скажем так я немного подзабыл на чем это остановились сейчас будем упоминать тут у нас что центр пропаганда у нас почти откатился и в этих еще нет понятно ладно работаем работаем надо опять увеличивать склады и нам нужно сейчас что-то будет делать с едой еще охотничьи хижины настроить посмотрим поехали еще были немножко приболели можете их тут гонял ночами на стройке и и немного приболели так завершили мы это расход угля будет еще не ждал и сразу давай это мастхэв у нас почему-то прибавилось недовольство кражи опять что украли пришли новые люди и ура мы всех расселили это хорошо и теперь надо быстро раскидывать рабочих по местам детей на рабочие места тоже надо скидывать да кстати мы не можем как не давайте вернуться так мы не можем создать блин не можем больше места до вас по аван пост центр как я понял нет на то есть я второй тут не поставлю значит у нас только два аван пост центра именно в этом сценарии два места это я смотрю можно ли более большее количество аван пост центров поставить чтобы теста граду небо в теста град конечно отправил ребят но мы можем же переназначить любой момент я думаю нет тут у нас что пещера тут с детьми до пещера пошли лучше в теста град дети там подождут я думаю пойдем в теста град так идем в теста град этому учим законы капают это почти людям есть где жить тут у нас дети надо посмотреть где еще детишек можно раскидать так но детей то кстати так много как я изначально думал все один ребенок остался надо построить хижины наверное может еще одну кухню придется построить посмотрим надо склады строить я даже думаю что нужен склад большой для угля и маленький для леса еще один маленький для скажите мне еще один маленький для еды ставил так потом еще один склад этот все складами затыкал за нас уголь собирает автоматом ставим склад сюда далее нужны я думаю еще две хижины охотника насколько мы помним отапливаться они не должны поэтому можно их ставить здесь этот может быть склады ткнуть ну ладно если что разберемся и дальше посмотрим у нас еще много людей ничем не занимаются тут надо прибавить пациентов инженеров точнее пускай здесь мы сделаем вот так вот так чтобы те кто болеют ушли добавим сюда народ добавим сюда народ и добавим сюда народ чтобы быстрее росло росла надежда тут у нас делаем вот так я думаю сейчас заполнится я надеюсь и у нас еще осталось 37 рабочих 11 инженеров это хорошо жрать они правда сейчас будет как не в себя но но это рабочая сила и это нам необходимо что мы можем еще сделать поскольку у нас появились еще людям можем поставить еще одну угольную печь нужно наверно будет еще одна кухня на кухне почему-то смена то маленькая ну ладно хотя 40 еды в час посмотрим с кухней кухне если что догонимся тут у нас что правая лесопилка что собираешь то уж почти все собрал скоро тебя будем убирать нужна еще одна печь то чтобы быстрее перерабатывали чтобы быстрее перерабатывали лес как эту угольную печь конечно надо ставить где-нибудь вот тут в зоне нашего генератора дорогу к ней проложим просто сейчас работаю сейчас придерживаться на секунду продолжаем на чем я а стройки да все строим здесь у нас что здесь все это разобрать можно вот сюда поставить конечно временно наверно так и сделаю максимально ресурсы все вычистить возможности так склад один построен его мы сделаем под еду маленький некоторых удалось убедить да и так прогнать оратора который там вещает но тенденции все равно в нашу пользу законы я забыл про законы так может что-нибудь из адаптации взять еще дом опеки портировка больных органические удобрения детский труд но тут такое себе закон о дуэлях и дом удовольствия то есть вроде пока ничего не требуется из адаптации нет необходимости скажем как таковой а вот тут агитатор агитатор за темы повышает эффективность рабочих мест по близости на 20 стоит недорого давайте давайте ставить громкоговорители что большой брат вещал для всех и каждого чтобы все слышали и понимали что работа это спасение работа на благо колонии это необходимость первость первостепенная необходимость не ставим агитаторы пока ночь не наступила чтобы ребятки чтобы ребятки не померзли пересчур где у нас люди работают ну 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 я думаю агитаторы работают на мастерские интересно уставим естественно вот здесь где-нибудь вот тут я бы даже сказал ну да он только два здания захватывает потом ставим здесь еще один значит вот тут вот тут нам надо 3 до их поставить и на кучи на кучу нас кто я сюда мы автоматом поставила не помню не суть поставим вот сюда тут только два здания три здания добытчики и кучу угля они работают смотрите они подсвечиваются мастерские и больницы тоже так что надо захватить тут у нас сколько три мастерских и тут три давай захватим вот так чтоб с кухней с больницами вот так вот теперь все узнают как важен наш труда именно так а чё это такое голодают чё голодают еды ты достаточно или они просто с работа не успели прийти поесть так тут у нас тут у нас вот так вот здесь у нас под уголь нам же еще под дерево автомат он собирает тут уголь осталось немного и место количество голодающих почему они не пойдут не похавают еды хоть до хреновой тучи агитаторы надежды растет это хорошо вот наши громкоговорители далее тут сюда и тут сюда нормально я не знаю почему голодающие увеличиваются они ночью не едят что ли пускай поедят или да те кто ушел мне ну теперь уменьшаются немножко странная система как мне кажется так что нам нужно еще один склад потому что у нас древесина нас тут не мерзнут кстати мне нормально я поставил второй уровень мощности и пока все удерживает нам нужен еще один склад чтобы сделать деревяки куда вы воткнуть сюда ты уже не ткнешь да я смотрел в прошлый раз можно вот в эту сторону продолжать да если мы были добытчик проапгрейдинг то нам нужно будет посты добычи дополнительно ставить умеем быть здесь так или просто-напросто продолжить минию эту здесь у нас ничего добываться не будет стали детей кто заняты бурзань давай здесь ткнем склад он уже возле этого возле возле дороги на кстати мне тоже по дороге сказали я задал вопрос по поводу автоматом нужна ли дорога не нужно мне сказали что дорога за не просто дорога но это еще и коммуникации логично у нас же никаких этих нет проводов ничего все идет под землей и в обучении даже об этом говорят и я даже посмотрю потому что мне прямо интересно я не помню этого дела управление камере время строительства ну а чтобы здание заработал подключить его генератору с помощью улицы то есть да идет в генератор у нас энергия так что да так что да ставим склад здесь еще под дерево голодающие наконец-то уменьшаются и у нас один заболел это проблема еще одна кража так пусть стражник найдет их один заболела в чем проблема то у нас две больницы работает стражника постигла неудача вы суки это что такое погиб один из наших людей убийство на посту одного из стражников до смерти избили во время преследования лондонцев его мы поймали вора но не убийца что нам сделать тюрьма у меня нет тюрьмы изгнать изгнать совсем охренел так и недовольство растет до акт вандализма уничтожить записи надо сейчас давить на пропаганду чтобы недовольство падало это что-то мне не нравятся эти тенденции их скажем так так я что еще я склад поставил строить до дополнительный так лондонцы пределом уменьшаются еще шесть дней нормально я думаю мы справимся с этим делом так 6 утра время работы так мы выучили генератор и тут мы ставим древесину тут мы ставим древесину а здесь мы изучаем что у нас четвертый уровень дальше новые разведчики это еще один отряд но нет этого нам не надо нам нужно интеграцию автоматонов взять эффективность улучшится да я думаю да или первая изоляция поста добычи увеличение радиуса улучшенная сталелитей к поставили вроде но так мы поставили не очень мы конечно хороши но правая угольная шахта на все нужны ядра это дорогое очень удовольствие вот угледобытчик можно паровой поставить тоже об этом подумать или термоизоляцию сделать термоизоляцию кухни можно теплицы или дом у дома будет больше давайте наверно дома а потом мы перейдем к новой конструкции домов это наверное больше вместимый давайте делать дома тем более мне писали что нужно делать дома потому что будет холод а потом на автоматона выучим еще источник ресурсов кучу для истощен так автоматон ты у нас зачах тебя мы сейчас отправляем а куда я тебя отправлю на кучу угля может быть тут у нас кто-нибудь что-нибудь добывает автоматон тут работает они тут не работает я сюда хотел его отправить тогда наверно наши ребята вот эти рассосутся посмотрим пока его туда не будем кидать над ками его наверно на стали летели куда нет так ты чего делаешь заряжаешься бур 2 бур у нас тоже автоматон сюда и нам хотел нет сюда и здесь есть секунды 4 жестко туплю где у нас по прохладней вот в этом месте да вы прохладней 62 а тут еще агитация идет тут бригадир у нас работает нет сюда нельзя 44 автоматом будет поменьше добывать да но он будет добывать постоянно а тут у нас что а тут у нас кто работает тут у нас автомат он работает и тут автомат он может действительно автомат он она сталь отправить пусть день и ночью крошит потому что старше с улучшениями тоже будет улетать довольно приличная скорость давайте у нас же больше нет автомат он и свободных нет так вот вида то как раз уходит с приличными скоростями скажем так чё нас кухня увеличиваем смену на кухне и надо в теплице поднять будет у нас все и сыра и до листовки пока это откатываются но мы их оставили на сладкое скажем так у нас двенадцать дня и те что-то совсем читают сегодня у меня с головой не то больше чем обычно я думал уже вечера сейчас только двенадцать дня я услышал гудок это гудок на утренние работают все я понял значит мы делаем вот так увеличим эффективность тут мы а это дешевле давай давай дешевле тоже неплохо это не вместимость это меньше материалов делаем ребятки и глянем сразу сколько это у нас нам выиграет теплу третий до уровень довольно дорогое удовольствие надо подождать пока лучшим чтобы дешевле строить а то зачем мы раньше времени будем юзать мне нравится эти голодные люди они меня прям бесит наша проблема примерное поведение сэр группа жителей вдохновенно трудилась под руководством бригадиры и теперь они решили организовать собственное место работы их энергии целеустремленность достойны подражания отлично поддержать действительно так держать собирается есть или едят они тоже в кухне очень собрали и места типа не хватает им поесть всем я не знаю как то работает так пресный источник блин тут выжившие нам не нужно сейчас выжившие давайте отправим выживших город пусть они сами сколько дойдут столько дойдут а мы пойдем в морозную рощу у нас сейчас выживших и так достаточно 42 человека бездельничает так что так что нам не до не до выживших без обид господа и дамы да но так а тут у нас репутатор то кто из них болеет а у нас просто нет одного человека здесь с какого-то хрена ну-ка иди а потому что мы его выгнали да это наверное того нет которого мы выгнали который забил не забила который принимал участие в избиении очень смешно получается принимал участие в избиении человек который на стражевом посту работает куча заполнилась и тут у нас собирают ее людишки детишки новые технологии отлично далее далее мы учим интеграцию автоматом вторую и потихоньку перестраиваем дальние дома это будет не так дорого стоит вообще будет стоить недорого так что у нас морозная роща мы уже пришли древесина это отлично осматривая деревья помеченные крестами мы обнаружили под каждым неглубокую могилу у покойников отсутствует большие куски плоти на некоторых костях есть следы медвежьих когтей а трупов были отрезаны куски теперь мы знаем как выжившего источника спаслись от голода мы не будем трогать могилы но можем срубить деревья получили древесину давай мы получили до древесину и теперь с этой древесиной мы отправляемся домой людоеды такие людоеды но надо выживать как-то людям поэтому они едят других людей так дома мы перестроили я думаю надо сейчас не останавливаться на это время хотя уже 11 надо дальше еще строить дома на отдаленных участках 46 человек бездомные но я думаю сейчас ребятки быстренько это исправит главное чтобы люди не заболели толпой которые бездомные опа все молодцы дать хоть посмотрю как эти дома выглядит это и город за них к нашему никогда не приближаюсь вот это супер утепленные дома но такие конечно из говна и палок мягко говоря но получше чем вот эти вот хибарки они вы повыше но такие же невместительные 10 человек и тут 10 человек так угля у нас уголь растет это меня катастрофически радует а вот с едой проблемы даже вот эти вот охотничьи хижины не особо честно говоря так сорян продолжаем сорян курьер приходил неожиданно обычно звонят предварительно но не всегда ладно на чем этот остановились на том что люди идут сами тут мы тащим лес уголь растет а с едой у нас проблемы у нас проблемы с едой у нас проблемы с едой а это значит что нам нужно теплицы ставить не вариант поскольку теплицы это паровые ядра это убер дорого на 40 человек точнее 21 рабочий охотники могут быть только рабочие поэтому наверное еще одну охотничью хижину поставил хотя с едой на сейчас проблемы получились из-за того что у нас своровали там дохрена пайков и найти нам их не удалось но как говорится я думаю это будет не лишним все равно сюда наверно ткну не буду здесь занимать место мало ли для чего еще пригодится а я вот поставлю вот уже у дороги еду если что уйдем складировать лишней еды не бывает так нам надо недовольство понизить сейчас будет вот этим делом хотя не подождем пока чуть под накопится и потом когда будет утро на работу все пойдут они не любят эти смены продленные тогда и понизим так лондонцы убивают это хорошо ты недовольство самому по себе падает давайте долбаню так охотники толпой возвращаются разведчики достигли 200 градов так сюда еще десяточку вкинули почему нас 30 человек на у нас так и было да я опять с головой не дружу разведчики ткать хорошо и нам нужно наверное это сюда правую лесопилку еще поставить сталь уголь от секунду надо подумать что еще можно так вы тут ожидаете до кислоград рискнуть и войти в город мы можем потерять ребят но если мы рискнем и войдем в город то мы найдем там эти аванпост но я не могу больше аванпост и я могу направить туда отряд за этими давайте все-таки рискнем похоже не получилось собака твою-то мать за ногу не получилось а в прошлый раз у меня все нормально прошло 10 человек как с куста ребята 5 точнее попытка номер два рабочих у меня практически не осталось это не есть хорошо а ему потом понадобится далее что еда уголь уголь растет как на дрожжах это очень приятно но вот с едой мне ситуации не очень нравится исследование тоже кипит больных остался только один это хорошо нам надо дома опять ставить доставить дома нужно вот этот ряд теперь верить как только мы пытались войти в теслаград эта машина теслы размажила там вообще все что можно я понимаю да здесь у нас стоит под хотел сказать добычу леса ускорить но это же не влияет на автоматона я понимаю хотя может и влияет можно рискнуть посмотреть на работники трудились потратить без пищевых пайков и посмотреть крики бригадира помогут автоматонной линия давайте просто протестим я думаю что нет а бригадир думать по-другому это помогает на удивление так мы выучили интеграцию это хорошо дальше что мы тут можем воздушные охотники но на это тоже нужны ядра а нет нет ненужные ядра блин чаши туплю твою-то за ногу вот наше решение так сказать наших проблем хотят термоизоляции теплиц тоже нужно потому что потом их мне кажется хрен обогреешь и кухне нужно давай вот это сначала сделаем потом займемся обогреем хотя уже приближается день x это будет прям прохладненько мягко говоря ужасные новости что опять такое верно одной из фабрик случилось кошмарное предшествие почти все работники погибли юб твою мать нужно ли нам скрыть пришлось сказать что они справились срочная экспедиция надежда сильно упадет вот чем вопрос скажем правду довольно приличная надежда слетела но мы можем ее сейчас вот так вот опа и загасить 10 человек вы прикиньте ставим вот так туда инженеры пусть идут работают ни хрена себе вот это да так количество еды кстати подрастает это хорошо с воздушными охотниками я думаю все будет еще лучше дальше но это пока не требуется у нас так хижин дохренища мы сейчас я думаю еду лутать будем просто с гигантской скоростью что нам нужно дальше на термоизоляцию теплиц термоизоляцию потому сейчас будет холод и теплица перестанет работать хотя у нас там вроде обогреватель стоит но тем не менее и надо грейдить этим и жена 40 стали очень дорогое удовольствие но не уровень тепла побольше да но это в принципе как выяснилось ни на что не влияет тем не менее давайте это не скоро на охоту с вами нам надо успеть застроить все это дело они уже на охоту упали да да не 6 до 6 блин быстрее ребята теперь они на импровизированных дирижаблях как я понимаю дать цепелиных да такой бычка бычка образные а у них тут три шара я понял хотя смотрели они разные вот это кстати прикольно сделано что они разные давайте парни путь сводку надеюсь погоду посмотрели так у нас растет количество угля а это значит что а это значит только одно нужен большой склад я потом уголю летит минус когда будет холоднее может поставить маленький склад большие склады прям очень сильно бьют по ресурсам можем здесь поставить его если он никому не мешает немножко дерева лучше большой склад почему потому что если дорога его соединила если что-то можно всегда переключить хранение изменить когда уголь просядет можно будет когда у нас все правда просядет ну ладно я думаю большой склад никому не повредит четыре дня лондонцы убывают так черным за складом склад строится и у нас все у нас уголь почти мало места да я знаю сейчас работаем так нам древесину еще принесли по древесине кстати мы нормально так улетаем сейчас потому что у нас очень много печей и древесины мягко говоря не хватает вы пошли почти дошли до теслаграда сюда тут в пещере вроде дети сидят если я не ошибаюсь тут у нас выжившие пытаются всеми способами добраться а вы наверно пойдете вот сюда блин я сделал склад с углем но все равно угля дохрена так ряды лондонцев уходит это приятно на кухне чего готовить это не очень приятно что случилось что за звук блин еще и еще раз рискуем да наверно а или мы уже все мы уже все то есть один отряд потеряли и сюда надо экспедицию отправлять и даже не знаю с угля наверно снимем или с дерева потому что сюда нужна экспедиция это ядра детка это мастхэп как-никак так а вы можете прям сюда же отправиться через девять часов погнали а вы тогда идите чертовы мать идите за детьми не эти курс блин давайте все-таки глянем еще разок я конечно уверен что тут ничего нет только вот быстро и ванпост центры сани с ускорителями но это для разведки новые разведчики позволит на маяке увеличить лимит до трех надо чем-то жертвовать вопрос в том что так эти идут сами да вопрос в том что как мне переназначить я не хочу сносить допустим заставу с деревом не хочу сносить хочу просто переназначен 1 подновить момент когда-нибудь возвращаться и переназначить их туда это так то работает или все-таки придется сносить очень вопрос а сейчас долбанет дубак надо готовым быть к этому термоизоляцию теплиц мы выучили надо еще термоизоляцию всего учить x2 или кухни давайте кухню потому сейчас будет минус 70 минус 60 на 22 и немножко люди начинают подмерзать посмотрим что генератор наверно подрубим помощней так ребятки чекаем температуры да у нас люди начали мерзнуть вопрос в том что врубить генератор помощней или просто включить а хотя в домах там и в бараках мы отопление не включим надо врубать генератор угля он жрет конечно как не в себя посмотрим что это нам даст когда он нагреется это даст нам теплую погоду теплую погоду точнее теплая он теплые помещения тут мы подрубаем обогреватель все не так плохо да есть шанс шанс заболеть низкий но это низкий шанс если что я надеюсь сразу всех подлечат на кухне вообще жарковато даже так нет так будет холодно я думаю может где-то можно отключить обогрев тут можно отключить обогрев центр пропаганды и так без обогрева здесь обогреватель тут в доме прям дышать нечем ладно работаем пока так вроде все пока в норме нормы так законы тюрячку я думаю строить не сейчас необходимости нет как таковой потому что убеждение принуждение где на пасные игры начинаются потому что лондонцы ряды лондонцев падают клятва верности это тоже такое это уже вот к этому я вот не знаю что это такое это наверное просто диктаторство и тирания пойдет так что давайте к ну вот это я не хочу детский труд любые работы это дети у нас начнут умирать можно домопеки нам как бы тоже не нужен у нас тогда пока нет тяжело больных но они потом появится когда похоже будет ультра дубак так что может это и нужно чтоб к протезам потом перейти тяжело больные хотя тяжело больных то мы можем лечить правильно у нас же есть радикальное лечение я вам даже не знаю что что делать потому что потому что потому что и вроде принято все что нужно и какие-то законы допустим органические удобрения это вызовет только недовольство и пойдет надежда нам это сейчас снова не нужно детский труд то же самое дом удовольствия закон о дуэлях это все не в этом нет необходимости в данный момент я конечно могу клятву верности но тоже недовольство и постоянный бонус надежды но вырастет недовольство хотя недовольство можем гасить этими листовками из башен тюрьме как говорится нет необходимости сейчас никакой она только место будет занимать скоб у нас лондонцы 7 человек осталось четыре дня я не знаю что думаете поводу законов просто и насколько я понимаю законы надо поднимать по кд но сейчас уже такой этап что как бы особой необходимости как я думаю у них нет так наши ребята еду притащили уже переделывают термоизоляцию кухни мы выучили так что да на кухне наверно можно вырубить обогреватель дальше термоизоляция теплиц как бы надо мы туда потом этого хотя мы должны нами интеграцию учить а тут только медицинские и инженеры на медицинские автоматуры нам нужны потому что дальше нужно будет лечить ребят или взять пятый уровень уже и как говорится долбиться в максималочку это до максимал очки мне много чего нужно лечить учить хотя максимал очка термоизоляция домов то что мне нужно must have давайте эффективный сбор возьмем а то у нас куча угля пока переполняются постоянно пока время есть как говорится у нас работает куча инженеров мастерских мы довольно быстро учим технологии посмотрите смотрите ребята прилетели и вам 2 летит красота притащили хапчик нам так что нам нужно у нас кто-то там достиг точки паровые ядра 3 стали древесина сюда паровые ядра свет на юге мы обнаружили лист обшивки прибиты камня но мы помним это гефест досудно если сих-то медленные стены забрать ресурсы это подождется нам сейчас паровые ядра нужны домой далее господа а я могу их перенаправить похоже нет они закреплены за винтерхоумом и мне нужно или когда они придут в город их можно будет перенаправить надо за ним последить так это наши идут часто немедленно ползут так ядра несут это хорошо так еда тоже копится потихоньку это тоже хорошо я даже наверное сделаю а здесь уже поздно надо было с утра делать этот ход конем нам нужны еще склады ребята склад под еду нужен так тут у нас эти да тут два маленьких можно поставить я думаю хижина охотника нам пока больше не нужны мы просто будем грейдить нынешние которые у нас есть а склад можно вот здесь ставить принципе в чем проблема под еду поставим склад так эффективный сбор сюда далее что интеграция автоматонов мы выучили пока есть давай чё бы нет нам нужен апгрейд работаем парни нам нужен апгрейд и нам нужна перестройка пока тепло ну как тепло сейчас теплее будет нам нужно застраивать дома я подзабил на это дело маленько но это неправильно надежда падает я надеюсь сейчас хватит у нас людей сейчас тем более рабочий день у кого-то числа закончится хотя мне вроде все пашут люди и ночь так мы построили склад мы построили склад давайте сделаем его под пищевые пайки и нам нужен еще один склад под уголь так кто-то заболел потому что на холоде но я думаю сейчас даже двое заболели сейчас в лазарет и подлечит быстренько нам нужен большой еще склад под уголь не знаю куда уткнуть можно немножко деревом пожертвовать тут дерево то вот этот кусманчик небольшой что не страшно я думаю не критично будет насчет у дерева которое все никак не соберу хотя планировал так секунду к нам пришли эти друзья товарищи экспедиторы до экспедиторы пришли похоже придется все таки убирать с дерева я думаю придется убирать экспедицию отозвать отряд если что мы потом сможем построить да мы строим заставу здесь было сразу так сделать ах они отсюда и тут я думаю они из дома идут ладно работаем саботаж ах вы твари сэр вандалы сломали гитатор кто-то стащил одну из деталей написанную хватит величать весь день похоже не все жители хотят работать эффективнее ладно давайте просто починим не будем никого ловить так сейчас будет потеплее немножко и люди возрадуются температура упала до полтинника чувствуете прям жарко так и хочется раздеться до гола она сейчас температуру будет понизить добыча угля так сделаем так что посмотрим что это нам даст побег холодно твою таза ногу люди могут папе заболевать надо как-то генератор туда распространить будет а секунду или фабе холодным вечером посмотрим будет опять же получать температуру спадет посмотрим как это будет работать дело агитатор был отремонтирован хорошо пока пауза что по температурам я везде отключил кроме вот этих мест потому что тут не достает обогреватель вроде пока нормально так что мы там выучили мы выучили пятый уровень ребята выпускной клапан генератора нагрузка на генератор будет рассеян 25 медленнее падать на 25 быстрее это прав при форсаже 120 леса ё-моё сюда берем потому что форсаж я думаю в мороз мы будем юзать часто так пришли наши умнички и мы делаем нового автоматона умнички наши пришли и ожидают море погоды но нам нужно исследовательская станция ледяные стены вроде на исследовательской станции люди я тогда туда успел дойти так что пойдем ледяные стены широкая полоса разломного льда тянется по берегу насколько хватает вас очевидно что след американского дредноута может мы найдем там обломки или чего-нибудь такое интересное погнали так надеюсь сейчас жар упал надо посмотреть ничего не поменялось нет все нормально недовольство есть я могу сейчас погасить вот этим делом давай пускай люди подуспокоятся немножко отсутствует по болезни а тут кто у нас тут дети у нас до или на сборке да тут детишки ничего вылечиться здесь у нас инженеры сидят надо думать куда автоматом еще риткнуть фундаментальные исследования здорово вот и ты давно не виделись х а я тебя ждал я тебя ждал ты у меня скотина такая ядро потом сопрешь ну мне написали в комментариях что что он вроде увеличит скорость или еще автоматом целого соберет когда я тогда его покрывал трехэтажным так что давай мы с автоматом сделаем ему его на исследование отдадим я тебя помню негодник я тебя помню тем более сейчас у нас аванпостом в скором времени я надеюсь открою построить ребята экспедиции будут таскать ядра так что что случилось мы построили автоматом и можно его как говорится пустить в дело пока что этот инженер там крутится можно его пустить в дело сделаем вот так вот чтоб лес добывался а далее далее куда можно пустить автоматом на одну из этих печей или пустить его на сталь давайте на вторую стали автоматом опустим пусть на стали работы день и ночь сейчас стали будет уходить больших количествах оправить автомат он а вот сюда вот вот 8 4 5 6 до меньше но круглые сутки об этом уже были споры в комментариях но можно конечно высчитывать цифры мне там приводили да я согласен что автомат он не заменит людей хотя там вроде при прокачке говорили что все равно заменит там у человека опыт игры видать космический и кто такой чтобы с ним спорить и у него там вообще как он писал нет автоматонов там чуть ли не около 700 людей и все спокойно он переживает он конечно молодец без шуток без сарказма он молодец но не все такие молодцы как он скажем так так что давайте ставим автоматом у нас люди освободились пускай там вот он работает потому что все но скоро заберут пока мы пока ничего никто не делает мы сейчас дома будем улучшать вот эти три так генератор мы проапгрейдили радиус вот радиус еще не прокачивал это тоже глупо очень было с моей стороны и наверное интеграцию сделаем новая конструкция стоимость снизится это сейчас необходимо поскольку я пока не строю сделаем лучше интеграцию тут у нас что тут пока ничего а тут у нас термоизоляция домов тоже очень нужная вещь плюс один в домах и термоизоляция больниц ладно работаем работаем на интеграцию автоматонов первое потому что это нужно у нас везде полная смена тактипку секунду секунду папа вы что это ребятки думали я все забыл а я не забыл так у нас утром ребята некоторые болеют как я понимаю да так построить заставу отлично носят ядра из тест награда сюда хорошо молодцы у нас скоро придут я кто там выжил они все еще живы они скоро придут их будет 24 человека у нас 16 коек надо еще один дом построить сюда никуда его не приткну уже да это у нас что стоит это вроде тоже уже дома до можно его сюда поставить давайте а в чубы нет в принципе ладно хотела и перестроить начал с этим заниматься мне кажется уже поздно я может я не прав скорее всего так она есть я думаю нам нужно еще несколько больниц построить потому что в мороз будут болеть много народа у меня всего но в больницах сколько мест 20 человек могут лежать то есть это вообще не очень очень не очень скажем так так что санитарки надо где-то тоже ткнуть они тоже здоровенные никуда не влезают где-нибудь жану с обогревателем их поставить вот здесь можно вот это в этом ряду поставить несколько санитарных пунктов еще я думаю штуки 3 хотя тут башни у нас которые агитацию проводит у нас вроде так все хорошо с агитацией можно один здесь и мне даже не знаю будет 30 человек куда бы еще поставить так и броситься сюда без всяких перестроек вот это вот место у меня пропадает так ладно пока еще не зима как говорится будем решать проблемы по мере их поступления на больнице надо все но будет заранее построить потому что с больницы решать проблему по мере поступления это не вариант у нас просто все помрут кто и будет строить так тут дети да сколько их тут 35 мне такое количество детей не нужно как быть не звучало жестко на я могу просто их отправил город с кай сами идут мы показали дали карту указали направление недоверчиво посмотрели самый младший расплакался другого выбора у них не было так что дети просто резневную неровную колонну и подрели городу их несколько десятков но взгляд если готовится так много кровати ну извините детишки но надо понимать как бы у меня сейчас нет возможности принять столько детей да и на самом деле необходимости нет как бы это жестко не звучало как я уже говорил но это суровая реальность ребятки так отсюда можно тоже инженеров пока убрать пациентов нет как только я убираюсь больниц кого-то все сразу резко кашляет начинает вы слышали там опять и по плен мест нет хотя не болит практически никто на сути дела это не меняет так похоже мы снова вместе а слава богу я уж напугался это люди пришли я вспомнил флэшбэки со взрывом генераторами становится страшнее лондонцы вновь стали чайта лондонцы господи стали частью целого больше никто не хочет покинуть город мы выиграли тяжкую битву с теми кто хотел посеять раздор между нами трагедия винтерхоума подорвала нашу надежду страх породил безумные идеи мы не могли позволить людям умереть в ледяных пустошах мы сделали для объединения людей то что должны были вместе мы сильнее ну что ж господа и дамы я вас поздравляю надежда максималочка мы всех смогли переубедить и теперь а где наши эти то там нужно прийти вот они уже почти пришли и теперь все те кто сомневался прекратили сомневаться и надежды у нас максимум как я понимаю поздравляю вас меня и всех жителей да это было жестко пришлось делать патрули ловить людей ловить воров которые еду воровали те кто расписывали стены некоторые даже погибли как вроде с нашей стороны так и со стороны лондонцев но это все было на благо общего результата так жертвам неизбежно все идет неплохо благодарим капитана за это не надо не надо ребят но не надо все за чудное утро минус 50 увеличенные смены патрули что за чудное утро обращайтесь я вам всегда помогу так нужен еще один склад под уголь нас древесина мы перестали таскать древесину с этого скажите мне там он постер и надо что-то делать с древесиной буры мы больше вроде не можем ставить буры буры барабуры или можем вроде только два места было можно конечно вот это дерево сейчас нас люди давайте это дерево да будем надо увеличить прокачать уровень хотя из-за одного этого качать размеры лесопилки добычи такое себе как как мне кажется занятия тратить на это время на исследование этой технологии ставить не ставите все думаю думаю так вот так мы максималку захватим давайте поставим нам лес нужен без разговоров короче так интеграция автоматонов сюда далее что медицинских а это не лучше понятно инженерные автоматоны не далее мы делаем мы делаем термоизоляцию домов сюда мы ставим инженеров увеличиваем смену включаем отопление ставим инженеров и ставим эффективные работы конечно ребята тут просто будут как как в шахтах эти как рабы на галерах каловый час но этого требует давайте сюда поставим нескольких этих тоже четыре час может увеличиться даже думаю здесь они здесь еще все это работает добыча леса давай что у нас нужен подопытный экземпляр здорово здорово а их негодник какой негодник к куда мы там отправили то автоматона вот сюда да да отсюда давайте сделаем так ладно работой работой так и быть знаю твои опыты дружище сейчас придут к нам люди новые и на этом наверно закончу сейчас они придут так термоизоляция домов дальше нужно термоизоляцию больниц сделать сразу лес улетает только в путь это барак а это дома надо бараки застраивать скоро будет холод сейчас на больных прибавится да люди они не это лечится нормально до города брались выжившие до вашего города чтобы получать они стащены им нужно не до отдых врачебный ход блин они еще и болеют сколько и будет больных и сколько их не так много кстати не заметил сколько но не так много их стало их пришло точнее так много добралось ну как говорится не мы такие жизнь такая ребята вы дошли должны радоваться что хочу и дошли где мои ядра я не понял одно ядро уже принесли мне об этом просто никто не сообщает одно ядро уже принесли я могу построить автоматона еще одного я не могу я должен потому что автоматом потом будем ставить на больничке и на все остальные дела и опять пап просмотрел холодно там не холодно от люди пришли в принципе можно заканчивать на этом на сегодня я думаю да ребята ребята господа дамы и все присутствующие на этом на сегодня мы заканчиваем чего мы добились краткий итог мы перестраиваем бараки в дома активно потому что скоро катастрофический холод будем будет мы копим уголь я не знаю хватит этого угля на холод потому что я не знаю сколько времени он будет единственное что мне спойлернули температуру минус 170 вроде по цельсию но это просто же скачь поэтому угольная на будет улетать просто как не в себя надо успеть прокачать мощность мы почти это все сделали радиус надо будет прокачать чтобы генератор это это я думаю этого особо не хватит и поэтому много угля это не проблема большое количество угля это только плюс как мне кажется что еще мы всех лондонцев переубедили даже в тюрьму никого не сажали не строили тюрьму просто переубедили своей улыбкой и красивыми глазами ну и конечно же листовками патрулями и этими просто наличием стражевых постов далее по глобальной карте добрались до теслаграда один отряд к сожалению разведчиков у нас погиб когда вошел в теслаград но они погибли не зря они разведали территорию и туда теперь мы отправляем экспедиции вместо леса у нас был аванпост в интерхоуме 150 что ли там они леса в сутки носили теперь они приносят одно паровое ядро в сутки из теслаграда потом еще немножко жителей пришло мы их я не помню где мы их встретили где-то здесь вроде или здесь или здесь встретили отправили их самих и они дошли часть из них потом мы отправили детей из пещеры они идут тоже сами не знаю сколько дойдут то просто начать не нужно такое количество людей и потихоньку разведываем станции следы стены где американские дредноуты проходили может там еще ядра налутаем ресурсы посмотрим также потихоньку расширяемся за застраиваем складами большую площадь потому что количество ресурсов еды и угля растет нужно где-то это все хранить улучшили несколько охотников охотничьих хижин до ангаров теперь они у нас воздушные охотники на дирижаблях летают приносят больше еды и да у нас тоже наконец-то начала расти и я немножко подуспокоился по этому поводу что еще строим автоматонов прокачали до пятого уровня автоматическое прототипирование не даже честно говоря не обращал внимание что тут есть название чертежные доски чертежные приборы механические счеты разностная машина и автоматическое прототипирование то есть максималку мы прокачали в исследованиях и сейчас активно изучаем все эти технологии благо у нас есть целых 66 мастерских которых активно трудятся инженеры перестраиваем бараки в дома как я уже сказал дома по максимуму обогрели теплоизоляцию там сделали ставим теплоизоляции в других зданиях потому что погода ухудшается все больше и больше держимся выживаем заменяем людей автоматонами где это возможно лишь осуществлограды пускаем ядра автоматонов будет больше и возможно даже будем улучшать здание за ядра посмотрим не хочу загадывать построили еще пару больниц ну короче понемногу все потихоньку движемся стараемся выжить посмотрим что будет дальше готовимся к адской зиме им был винтер нас ждет и мы должны его пережить я надеюсь я ничего не хочу предсказывать ничего не хочу загадывать потому что до него и не добирался и не знаю переживем мы его или нет несмотря на то что все вроде идет неплохо пока не факт что мы переживем эту зиму но это будет еще интереснее посмотреть чем все закончится если она закончится на этой зиме или мы все-таки это переживем как то так на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите комментарии пишите советы все это я очень ценю это все очень помогает особенно в такой игре как фростпанк я все читаю на все стараюсь отвечать и ставьте лайки это помогает продвижению виде привлекает больше народу за этому скажу отдельное спасибо вообще большое вам спасибо за активность под прохождением фростпанка это очень приятно мягко говоря благодарю и подписывайтесь на контакту ртук если вам не сложно там я выкладываю все тоже самое ну а на этом и сегодня все но самое главное помните если какой-то инженер который думает что он может улучшить автоматон и просит у вас сначала отгул на 24 часа чтобы заняться исследованием потом просит автоматона потом его ломает потом просит на починку ядро не спешите крыть его трехэтажным не будьте такими недальновидными как я возможно он спасет всю колонию в будущем всем спасибо всем счастливо